Жители дома номер 40 по улице Ленина замерзают. В их квартирах по одному из стояков на всех 14 этажах холодные батареи. Одна батарея горячая, вторая батарея у нас холодная. С ноября месяца вот это идет такое вот безобразие. Квартира у нас получается, вот наша квартира получается почти все угловые. То есть стена, которая должна бы прогреваться этой батареей, она не прогревается. У нас в комнате у меня плесень, угол плесень, шкаф, вернее стенка там стоит, там тоже плесень. Жители дома неоднократно обращались за помощью в разные инстанции. Но за два месяца так и не смогли добиться решения своей проблемы. И в январе батареи остаются холодными. Мы обращались в обслуживающую компанию. Жилсервис нам объяснили тем, что вот у кого-то из жильцов поставлено индивидуальное топление. Это с ноября месяца, они никак не могут доступ в эту квартиру. Было предписание, предписание игнорируют. Мы обращались в ЖСКХ. Пришли писать заявление, нам сказали, что они подали в суд на какие-то квартиры, в которых нет доступа. Поэтому, говорят, сейчас без толку, можете не писать. Обращались в энергоресурсы, обращались в горосполком. И у всех замкнутый круг. Устав искать правду и выяснять, кто виноват в том, что в середине зимы они лишены отопления, жители в очередной раз решили позвонить в обслуживающую компанию. Причем на этот раз предупредили, что об их беде расскажет телевидение. И больной вопрос вроде бы сдвинулся с мертвой точки. Звонят вам жильцы. Что вы с нами решили там, с нашим отоплением? Спасибо большое. Что сказали? Нам сказали, что квартиру 82-й они попали, там все нормально или забито. Сегодня к нам придут сантехники и будут менять винтель. Если там результата не будет, то будут стояк прочищать. Будут опять ходить по квартирам и сказать, у кого это забито, в какой квартире. То есть пообещали решить вопрос отопления? Да. Станет ли после этих обещаний на Ленина 40 теплее, пока непонятно. Как не ясно и то, почему за два месяца обслуживающие организации так и не смогли решить проблему с отоплением. Между тем, квитанции на оплату коммунальных услуг жители этой многоэтажки получают своевременно. Наталья Елистрадова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».